Тема коронавируса в наши дни продолжает оставаться одной из наиболее острых. И сегодня, во Всемирный день здоровья, мы пригласили в нашу студию врача-кардиолога Мурада Курбан-Багомедова. Здравствуйте, Мурад Магомедович. Здравствуйте. Ну, начать наш разговор я предлагаю вот с такого вопроса, как люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями вообще переносят ковид. Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с инсультами, с инфарктами, с ишемической болезнью сердца, с гипертонией, с ожирением намного тяжелее переносят коронавирусную инфекцию, потому что у них иммунная система ослаблена. Чаще всего связано это с тем, что есть две теории поражения сердечно-сосудистой системы. Первая теория – это когда образуется белок, который поражает кардиомиоцит в кардиомиоцит. И второй механизм поражения, когда нарушается свертываемость крови, который в последующем приводит к нарушению тромбообразования, и большое количество тромба попадает в общий кровоток, и, соответственно, начинает забивать коронарные сосуды, инфаркт, сосуды головного мозга, инсульт, легкий инфаркт легкого и так далее. По привычным показателям, то есть сатурация, на КТ поражение у этих больных, у них какая картина наблюдается? Они тяжелее переносят, у них и сатурация ниже, и КТ поражение больше, чем у обычных людей. Все зависит от иммунной системы. У этих пациентов иммунная система слабее, чем у остальной категории. Какие последствия и осложнения бывают у людей, которые страдают среди сосудистыми заболеваниями, или они как-то чем-то отличаются от осложнений у тех, кто не болеет такими заболеваниями? У них огромные риски. Риски в плане выздоровления и сопутствующие заболевания у них обостряются, переходят в другие, в более тяжелые стадии, более тяжелые степени, нежели при поступлении. Это в виде инфарктов, в виде последующих миокардитов у них, если у них не было. В принципе, в целом статистика, о чем говорит, сколько примерно таких осложнений приходится на эту категорию граждан? То, что я знаю, в Германии проводили исследования на спортсменах, которые переболели ковидом. Правда, группа была маленькая из 28 человек, 38% из этих 28 человек, молодежи, спортсменов, они по следующим заболели миокардитом. Сейчас многие говорят о вакцинации, а вот что касается как раз людей с заболеваниями сосудистой системы, сердечно-сосудистой системы, им показана прививка или противопоказана? И кому противопоказана, если есть такие противопоказания? Вы знаете, группа категории, кому противопоказана прививка, наверное, это тяжелые пациенты, которые нуждаются в реанимационных мероприятиях. Все остальные пациенты, кардиологические, в принципе, им вакцинация не противопоказана. Какие осложнения могут быть после перенесенного ковида? Это одышка. Как пациент может определить, что у него какие-то осложнения? Если начала нарастать одышка. То есть раньше он данный определенный объем этой физической нагрузки переносил легко, а сейчас у него появляется одышка. Это первый сигнал. Второе – отеки. Если начали отекать нижние конечности. Если появилось нарушение ритма, которого раньше не было. Если появились боли за грудиной при той нагрузке, которой раньше не было, это первый сигнал – обратиться к кардиологу для дообследования, для исключения осложнений от коронавирусной инфекции. Ну и все же подытожим. То есть кому противопоказана прививка и стоит ли делать прививку людям, которые болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями? Вообще прививку стоит делать всей категории пациентов, которые страдают ишемической болезнью сердца, страдают сахарным диабетом и страдают ожиением и гипертонией. Эта категория, наверное, должна первая делать, потому что в их случае, если они заболевают, они находятся в огромной группе риска. Им не стоит рисковать. А противопоказанием, как я сказал, является именно тяжелое состояние в кардиологии. Это то, что реанимация, инфаркт, нарушение ритма, острое нарушение ритма. Спасибо вам большое, что пришли к нам, нашли время ответить на наши вопросы. Ну а дальше переходим к выпуску новостей.